Меня зовут Дмитрий Одинцов, я веду данное мероприятие. Я являюсь директором развития компании Трупон, тоже одного из партнеров. И мы сейчас ждем активных людей, которые подтянутся из демон-зоны. А потихоньку я начну, не то чтобы доклад, немножко разбудить вас, рассказать вам всякие интересности из того рынка, на котором мы обитаем, про который мы чуть-чуть немножко знаем, как вам кажется. Ну, если что, кричите или кидайте чем-нибудь в меня, если где-то кажется, что я не прав. Это даже будет интересно. Привет. Сегодня вас ждет немножко о программе. Значит, ну, кофе уже закончилось. Нас ждет выступление удаленное господина Цахи Леренте Леве, который немножко расскажет про РТЦ. Дальше Денис Волков, которого я до сих пор не вижу, должен будет рассказать. Специально приехавший из Воронежа и расскажет, как правильно строить студию сейчас. Затем представитель компании «Инфотекс», вам скорее больше знакомый, как название «Виднет», расскажет немножко о безопасной конференции. Потом мы еще раз выберем, где вы сможете пообщаться и посмотреть на тему зону, обратите внимание. Затем представитель компании «Сетен Видео» расскажет о вещании. Это такая новая интересная штука, совмещение вещаний и инфляции, но и всего остального. Михаил Бесольцев, присутствующий здесь, расскажет о реальном проекте внедрения. То есть, по крайней мере, уже можно быстро смотреть. Некая вишенка на торте – это круглый стол с участием вполне представительных компаний. Ну и уже совсем, так сказать, традиционно мы разыграем некоторое количество призов и подарков, которые у нас есть. В общем, кто досидит, тот получит приз. Ну, с вероятностью, как бы, конечно. Так, ну вот. А можно, может, презентацию там запустить какую-нибудь, любую? Ну, вообще, как бы, вот я тут рассужденно думал немножко про наш рынок, про видеоконференции вообще. Потом я подумал, что на самом деле видеоконференция – это такая очень русская тема. Да, ну, вспомните «Свет, мой дядь лица, скажи», да, сказку. Ну, все помнят. Ну, чистые видеоконференции, как бы, еще прописаны, что знает когда. Как бы, на мобильном устройстве, то есть, все четко, self-view там сначала, потом, значит, кого-то там с другой стороны видно. Не понравилось, разбили, никакого горелого глаза. Вот это не наша разработка, видимо. А, ну, там еще есть укушенное яблоко, как бы, вообще, как бы, история такая, понимаете. Я надеюсь, меня слышно? Меня попросили рассказать о ветеранах, как выживают ветераны. Ну, видимо, кто-то решил, что мы ветераны. Все-таки 14 лет барынки почти. Поэтому, видимо, к нам вопрос. Ну, конечно, пополка была. И, видимо, хотели, чтобы я рассказал, как загибаются остальные провады. Остальные, да, мы выживаем, но это неправо, конечно. На самом деле, все себя прекрасно чувствуют. Я вам расскажу, как. Тренды, как, собственно говоря, происходит жизнь. Ну, и за ветеранов, конечно, польстили. Значит, что, собственно говоря, вот там вопросы, ну, вот новой реальности нашего рынка. Именно рынка видеоконференции, где мы участвуем. Основная реальность, которая во всему миру, такой глобальный тренд, который виден, это переход. Ну, вот это как, я люблю рассказывать. Мы шел, когда первый раз в Америке, мне сказали, что видеоконференции – это вообще не к айтишник. Видеоконференции были, как... На самом деле, видеоконференции всегда носились к рейпи. Это некая для нас, для россиян, такая странная история, только это видеоконференции не айтишник. Видеоконференции были всегда привокативы связистов. Это буквально вот тот же мир, что и телефонные станции старые, ну, там, не шаговые, там, современные, но тем не менее. Плюс-минус это было именно так. И, соответственно, за это отвечали совершенно другие люди, за это, к этому применялись другие стандарты, к этому был совершенно другой подход. Но и деньги, которые на том рынке крутились, они как бы были адекватны, просто вот как потому, что и телефонию строила столько же, и принципы. Но происходит, понятно, да, происходит появление более современных систем. Новых стандартов, появление молодых менеджеров, которые прекрасно чувствуют себя со скайпом, вайбером и со всем остальными. Ну и, в общем, много факторов, которые привели к тому, что и постепенно переползло айти, то есть видеоконференции. За видеоконференции стали отвечать админы. Для многих компаний эта новая реальность не очень хорошо подошла, то есть мы до сих пор встречаем решения на рынке, которые, в общем-то, реально не ориентированы на айтишника, то есть простому админу в них реально сложно разбираться. Есть компании, которые хорошо подошли к этому, есть компании, которые вот ищут себя. Мы еще АВИ или мы уже Айти, или там еще как-то. Потому что, ну там, банальная вещь, там всякие фаерволы, навты и прочее для АВИ-интеграторов оказывается иногда сложновато. Я вот по миру общаюсь с разными компаниями. Иногда это прям сложно-сложно. И второй тренд специально плохо видно, потому что на самом деле как бы виртуализация текущая, то есть люди перестали хотеть покупать специализированное железо для инфраструктуры. Ну, то есть хотят, что там или все в частный опыт, или в обычную область, или вообще всегда разместить на стандартном железе, где-то там свой дата-центр строить. То есть история в том, что просто специализированное железо, ну, все понимают прекрасно, что оно заменяем, особенно в инфраструктуре, если мы говорим. Никто же не покупает подпочечный специально заточенный сервер подпочечного аппарата. Нет, все покупают обычный. Ну и к видеоконференциям, собственно, пытаются применять такой же подход, потому что это айтишный подход, вот не лишний подход, айтишный. Посмотрите, есть АТС-ку программные, есть программные сервера видеоконференции, то есть сейчас есть выбор. И, в общем, этот тренд, ну, вот с кем я и говорил, посмотрите, как бы и у ЦИСК, и у Колейкома, уже присутствуют соответственные решения, которые вы можете выставлять вовы. Уже не обязательно, как бы, все практики, то есть сейчас, скажем прямо, сложно найти производителей МСЕО, или там видеосерверов, которые не имели бы в своей линейке программных средств. Это такой, ну, вполне логичный шаг. Ну, здесь не хочется говорить, что мы же говорили, да, но там, когда я подобную условную гересь говорил лет, там, 10 назад, когда мы еще начинали свою деятельность, все, как бы, серьезные ребята так смеялись, говорили, да вы что, не будет этого. Ну, и, соответственно, вот оно произошло, и вот с этим надо теперь жить, и все это уже признают. Это совершившийся факт. То есть сейчас формально отсутствует уже война софтовое решение, аппаратное решение, его нету, на самом деле. Эта война радостно закончилась. Сейчас основная история происходит в подходе, да, как вы реализуете инфраструктурное решение, какой принцип используется для видеосервера. С микшированием, без микширования, там, с Unified Communication, Unified Communication. Ну, и некий список покупок, да, то есть что мы видим еще происходящее на рынке. Бразер сходил в магазин, купил Nepsis, Nepsis программная система, то есть Бразер, как бы, аппаратные ребята, которые прекрасно видят ренд, ему соответствуют. LifeSize купил в свое время ClearRC, да, то есть это тоже программное обеспечение, на основе него сейчас LifeSize плавал, и все остальное будет строить. Ну, то есть уже это сделано. Radvision, которая Awire, конечно же, ну, все знают, что купил в Копе. И ClearBank купил спонтанно, производитель в своем реме микрофонов, тоже очень хочет видеосвязь. И сначала начал с железок, а потом все-таки подумал, что хорошо, поймите, на флориш. Вот там где-то есть еще, то есть 3CX купил E-Works, да, но ради технологии мы тут тоже немножко в этой штургом поучаствовали в данном проекте, скажем прямо. Но у нас не купили. Нет, ребятам нужна была там конкретная технология, и у E-Works ее купили, и, к сожалению, E-Works как таковая компания. Мы встречались с начальником, ну, в общем. Они основали свой стартап сейчас, инженеры не в общем. Нет, это, кстати, классика. То есть очень много таких стартапов, которые организованы компаниями, которые купили, уволили всех инженеров, отняли технологии, а инженеры как бы, ну что они? Они прикосновали, как это делать, и они делают свой новый стартап. Молодцы. Еще есть история между Поликомом и Видео, но она, по закону, прекратилась прямо в момент подписания договора, фактически. То есть, Видео хотела, Поликом хотела, не морочиваясь голову, а купить Видео, потому что компания, которая там много лет на рынке, 100 патентов, в общем, с точки зрения софтовых видеоконференций, тоже что-то ребят знают. Логично. Ну и, к сожалению, сделка раз-то сделка закончилась, к сожалению, для… Я даже не знаю, для кого. Может быть, на самом деле, ничего в этом страшного, да и нет для обоих компаний. Значит, одно из, так сказать, преимуществ и вообще одна из вещей, которая произошла на рынке, благодаря замене софта на… Ну, то есть, как бы, подхода EV на антишный, это переключение, собственно говоря, с портов. То есть, раньше, грубо говоря, вы хотели купить… Ну, порт в смысле, ну, вы поняли. Если раньше вы хотели купить видеосервер на сколько-то человек, вам говорят, сколько портов. То есть, порт физический, то есть, машинка, как бы, так, как он действительно там реально был физический, то есть, прикреплен какой-то ДСП, который там все пересчитывал, то вам логично говорили, а сколько портов? Сейчас же спрашивают, а сколько пользователей? Потому что все виртуально, все может быть наращено, все может быть изменено. И это подход, который реально сейчас вы можете найти, ну, у любого, у ЦИСК, у поликома, там, у всех. Это факт. И это надо учитывать обязательно, потому что, как бы, порты пользователей не есть одно и то же. Некоторые, кстати, производители вполне могут вам продать чуть больше пользователей, чем может позволить себе системы и так далее, и так далее. То есть, на это надо обращать внимание. Ну, важный момент. И еще и с трансформацией рынка что происходит? Видеоконференции сами по себе, вообще-то говоря, уже людям постепенно, ну, как бы, не очень нужны. То есть, если посмотреть на всякие тренды, то все производители постепенно добавляют какой-то компонент Unified Communication. Как бы, сам условие Unified Communication, как обычно, до сих пор никто толком не определил, что же это такое, но его очень все любят. Хотя, стараются не упоминать. Вот, понимаем их прекрасно. То есть, на самом деле, всякие истории с чатом во время видеоконференции, с присутствием и так далее. То, к чему на самом деле вы привыкли в обычной жизни, да, к скайпу там и так далее, к вайберу. Все вот это не может не перейти в бизнес-среду. Ну, просто не может. Потому что это реально удобно и здорово. И все производители пытаются в это все идти. Там ни стандартов нет, ничего. Там все полный зоопарк и цирк. Вот еще одна. И происходит интересная штука. То есть, ну, этот тренд, он такой вообще мощный, да. В компании всегда было, условно говоря, там есть несколько переговорных, парочка-трешка видеотерминалов. Ну, и вот, собственно говоря, видеоконференции на предприятии этим ограничивались. Что сейчас происходит? Пересходит то, что видеоконференции, они расползаются по компании. Никому уже три терминала не устроят. Да, всем интересно видео связь с рабочего места, с мобильного, чтобы все офисы были подключены, чтобы человека не надо было искать, чтобы мы всегда могли увидеть, ага, человек доступен на видеосвязи, кнопку нажать, получил связь. И где бы он ни находился, всегда руководство, да все хотят это видеть, да, вы тоже наверняка. Ну, и, так сказать, над Седой Равниной Море города реет призрак Линка. А поднимите руку, кто является профессионалом условия видеосвязи? Вот их все зарабатывает на ней. Отлично. Значит, а все остальные, соответственно, конечные пользователи? Можете поднимать руку, вот именно кто подбирает, является конечным пользователем? Вот. Первые посмотрели на вторых. Как бы, да, понимаете. Ну, в общем, для первых информация, для вторых интернерации как бы интересная, а для первых, на самом деле, это вопрос такой серьезный, потому что выход, появление в продукте Microsoft Link видеоконференций, да, то есть можно и так сказать, является на самом деле такой странной штукой, потому что по факту, как бы, рынок они сразу захватили. То есть все, что касается Top Fortune, все, что касается крупных компаний, у кого есть Enterprise Agreement, у них Link появился автоматически. И после этого, реально, как бы, остальные компании, которые пытаются там как-то взаимодействовать, должны этот факт учитывать. Потому что сразу, как бы, 70% рынка, бух, и захватилась Link. Факты довольно серьезные, да, потому что на самом деле дружить с Link сложно, там жутко все проприетарщина, то есть Microsoft, естественно, не делится едой, то есть у них свое, у остальных свое. И позиционируемое, что у нас есть СИП, поэтому коннекте, спасибо, там здорово, сколько отличное количество ограничений, не так это все и просто. И внедрить это, в общем, для маленьких компаний, это вообще иногда не вариант, для крупных компаний иногда тоже не вариант, да, мы тут не будем говорить волшебное слово импортозамещение, и это как бы такая вещь, которая вот она есть. Понятно, что все хотят дружить, понятно, что потихонечку Microsoft будет раздавать технологии, будет что-то рассказывать про себя, но этот фактор, как бы вот он присутствует, мы не знаем, как к этому относиться. Наверное, это хорошо, потому что, кстати, это софтовые системы, вроде как совсем наши поляны, и нам на них сразу комфортнее, потому что уже понятно, как объяснять. Но что мы имеем в итоге? Мы имеем несколько вселенных, да, вселенная Microsoft, то, что я сейчас говорил, вселенная Cisco, это вообще монстр, то есть там свои зеленые человечки, поляком зеленые человечки с другой головой, и ваш личный маленький запах, который уже организовался, да, то, чем вы используете, то, чем на самом деле бизнес реально пользуется. Я помню, как на прекрасной конференции, по-моему, там, одной из конференций выступал представитель серьезного бренда с видеоконференции, рассказывал красивые истории про телемедицину, ну, там, волшебные, значит, камеры, волшебный звук, все волшебно, все красиво, стоимость, там, за пределами волшебства, и потом вышел врач сказал, ну, вот я пользуюсь скайпом, мне вот устраивает, да, ну, потому что он реально им пользуется, он им пользуется, он даже вот, может быть, и не знал, что есть какие-то крутые решения, а про скайп, он реально знал, он им пользуется, для телемедицины, по-взрослому, да, там, в нарушении всех законов Российской Федерации, по поводу, там, проекте частной жизни и прочего, это реальность, да, и реальность, потому что вы, кто же у вас наверняка тоже, для, когда вам нужна видеосвязь, вы что-то используете уже, с большой вероятностью, и вот это все, потом, как бы, подружить, основная проблема, с искать интеграторов, как проблема, это заработок, скажем, спасибо, откровенно говоря, местами, прямо очень-очень, ну, и естественно, облака, которые вообще, прекрасно, меняют рынок, потому что, это у нас в России, скажем, прямо, отношение к облакам, вот у нас, как бы, в нашей компании есть облачное решение, и мы общаемся с людьми, с разными, почему вы выбираете облачное, почему вы выбираете там решение свое, и так далее, основная история, что, в общем-то, у нас паранойида повыше будет, чем в Америке, например, потому что американцы привыкли давно считать, что их слушают, и это нормально, да, то есть, как бы, он в публичном, американский, американский бизнес, при публичном общении, очень следит за своей речью, потому что, прекрасно знает, что так или иначе, кто-нибудь где-нибудь, когда-нибудь, потом что-нибудь предъявят, ну нафиг, а в России все-таки мы считаем, что коммуникации должны быть безопасны, ну, так вот, считай, такая есть мнение, соответственно, облака в России, конечно, хорошая вещь, но, если надо что-то по-серьезному поговорить, конечно, облакам не доверят, пробить эту стену недоверия, я не думаю, что получится в ближайшее время, да и вообще, может быть, и никогда, и это такой фактор, который, в общем, стоит очень учитывать всегда и думать об этом, то есть облака, это хорошо для дома, для семьи, но иногда, и для дома, для семьи, это может быть нехорошо, потому что хакнут что-нибудь там наверху, а писали вас, не писали, ну кто же знает. Что в итоге получается? Вот это опрос, который производил One House Research пару лет назад, какие вызовы вообще происходят для того, чтобы, ну, так сказать, есть перед айтишниками при внедрении видеосвязи? Ну, снизу, да, что веб-ртц, про который вам следующий докладчик расскажет, это такая штука, которую все знают, да, что она вот в видеоконференциях браузер, классная вещь, а скоро прорыв, но на самом деле, как это все обо нем знают, но его никто не видел, да, это реальная проблема, потому что, как вроде он есть, но это так, надо подождать. Мобильное решение требуется, бюджета, вообще-то говоря, ну, на эти, на видеоконференции могут и не выделять, сказать, что, ребят, полно бесплатных решений, давайте, занимайтесь. Невозможно просчитать, сколько принесет видеоконференция предприятию бизнесу, да, потому что тупое, значит, мы не съездили в командировку, давайте возьмем стоимость билетов и гостиницы и скажем, что это значит, за счет, что это окупило на видеоконференцию, отличная вещь, не работает, значит, работает только для HR, то есть, вот и чаю, очень любят этот расчет, у нас он тоже где-то валяется, мы иногда его показываем, что вот смотрите, вот вы не съездили в Тагил, стоимость билетов в Тагил, траля-ля-ля, тополя, системы видеоконференции дешевле, а если сделать это два раза, то совсем прибыль пошла, нет никакой прибыли, на самом деле, видеоконференции, скажем, это не экономия средств, это, неким образом, быстрое принятие решения, то есть, зарабатывание, по-хорошему, а не экономия, ну, прямой, конечно, легко посчитать экономией. здесь как раз вот проблема, которая перед айтишниками, это выбор между облаком и не облаком, вот здесь вот вообще деньги, то есть, как бы денег нету, или есть, или вообще, это реальная проблема, да, что тратится, на что мы потратимся, на новый картридж или на видеоконференции, ну, и самая главная проблема перед всеми айтишниками, которые возникло, это то, что слишком много опций, я тут на медь не имел хорошую конференцию с профессионалами институтов, и они рассказывали, что у них сейчас 75 компаний, предоставляющих услуги облачных или менеджментов видеоконференций, и как бы американский рынок веселится и развлекается, в итоге, как бы первые 5 более-менее зарабатывают, остальные существуют, 75, то есть, если вот, грубо говоря, вы там начинаете, набираете там, хочу видеоконференцию где-нибудь там, в Нью-Йоркском Гугле, вы получаете огромный список компаний и теряете средних. Ну, там-то как бы, знаешь, тоже как решать, смотрят Гартнер или Вайнхаус, кто там в магическом квадратики, тот молодец. И давление, которое от пользователей идет, это как раз то, что хотят пользователи энд-юзеры уже, то есть исследование Вайнхауса, опять же, по вопросам пользователей, а главное, что хотят, хотят мобильные решения, то есть, вот нет мобильного решения вон с рынка, то есть, вообще простая история, потому что, мобильные решения, как бы, ну все, мобильник с вами, вы к нему уже привязаны, в фейсбуке, твиттере и все остальное, люди не выпускают его из рук, и это нормально, да, и не учитывать этот фактор для современного рынка, ну, вообще нельзя, то есть, да, хотят работать из дома, хотят, чтобы было видео, и вот такая неожиданная штука, хотят, чтобы был чат, презенс, то есть, на самом деле, вот такие истории, типа там, чата, они уже тоже востребованы, ну, как сказать, востребованы, а обязательно, вот уже нельзя говорить о востребованности, они просто должны быть, и это как раз то, что те факторы, которые нужно учитывать, когда вы выбираете себе решение, раз уж у нас тут большинство инвьюзеров, пользователей, то это прямо вот самый главный фактор, смотрите на систему, что у нее есть, сейчас это на самом деле есть почти у всех, просто смотрите, на удобство реализации, вот так вот ветераны вот выживают тем, что добавляют себе эти все вещи, ну и собственно спасибо, это вот та информация, которой я хотел поделиться, я даже вот уложился во времени, и всевозможные вопросы по рынку и прочее, я готов с вами там отдельно обсудить, я очень надеюсь, что сейчас уже будет следующий докладчик, все собрались.